Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в Директ-Академии на нашем очередном вебинаре, который будет вести наша постоянная ведущая Марина Орешко. Сегодняшняя наша тема – библиотечное видео от слайд-шоу до буктрейлеров. А прежде чем передать слово Марине, я хотел бы познакомить вас с несколькими ссылками полезными, которые я разместил в начале чата и вот сейчас повторил. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ-Академии, на котором вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, онлайн-мероприятия до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш канал на Ютубе, на котором будет через некоторое время размещена вот эта вот запись. Я думаю, что это будет завтра уже сделано. Третья ссылка ведет на нашу страничку онлайн-курсов, где вы можете найти себе онлайн-программу для обучения. В настоящий момент у нас выложено 10 курсов, предложение о 10 курсах. И, кстати, один из этих курсов, курс Марина Орешко, я чуть позже дам на него ссылку. И, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. И, кстати, я вижу тут вопросик от Елены Константиновны. Подскажите, пожалуйста, если два сотрудника участвуют в вебинаре по одной ссылке, сертификаты будут на двоих. Елена Константиновна, по одной ссылке два сотрудника физически не смогут принять участие в вебинаре, потому что как только второй будет входить, первого будет из вебинара выбрасывать. Если вы имеете в виду конечную ссылку, которую прислала система, если вы имеете в виду ссылку, по которой оба сотрудника зарегистрировались отдельно и получили каждые свои ссылки, тогда, да, конечно, каждый видит себя сам в вебинаре и, соответственно, обладает полными правами. Я обещал дать ссылку на курс, который будет вести Марина Орешко. Этот курс планируется нами в апреле. Нет, если садового компа смотрят, то только тот, на чье имя пришла ссылка. Итак, вот ссылка на курс Марина Орешко. Мы его готовим к запуску в апреле. Точное время будет, наверное, время запуска, день запуска и время запуска будет, наверное, через недельку уже понятно. А пока вот вам такая предварительная ссылка. Мы даже еще током рассылки не делали. Вот вы, наверное, будете одними из первых, кто узнал про этот курс. Ну и, наконец, последнее, что я хотел бы, это проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся в Директ Академии. Это будет завтра, послезавтра и в понедельник. Завтра, 21 числа, у нас вновь Лариса Бух с вебинаром «Закон о самозанятых. Выход из тени или ловушка». Вебинар, на мой взгляд, достаточно актуальный для нашего образовательного сообщества, где вопрос самозанятости достаточно высокий. Достаточно актуальный. 22 числа в пятницу, как всегда, у нас Татьяна Телегина, наша постоянная ведущая, и ее вебинар «Вебометрия. Новое направление библиометрии». Ну и, наконец, 25 числа. Этот вебинар, как и следующий, 26 числа, пройдет без меня. Вести его будет сама непосредственно Наталья Логачева. Меня просто в этот момент в России не будет, поэтому я попрошу временно вас освободить меня от обязанности организатора. Ну, надеюсь, Наталья, она опытная ведущая, она проведет этот вебинар. Будет он называться «Дефицит информации или информационная перегрузка. Поиск литературных источников, цифровых данных и приемы их фильтрации». Напоминаю, Наталья ведет у нас трек, посвященный работам над диссертациями. Ну что ж, коллеги, на этом мое вводное слово закончено. Я хотел бы передать слово Марине Анатольевне Орешко для ведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу. В середине его есть информация о ценах. Если что-то непонятно, обращайтесь лично ко мне после вебинара, я все объясню. Марина, прошу. Марина, прошу. В библиотеках видео является одним из самых востребованных форматов и часто распространенных. Мы и на мероприятиях его используем, показываем видеоспектакли, снимаем видеолекции, слайд-шоу показываем. Если есть театральная студия, например, библиотеки, то какие-то видеоспектакли монтируем. В общем, видеоформат сейчас, не побоюсь этого слова, один из самых востребованных, наверное, в библиотечной практике, на мой взгляд. Это, наверное, и не случайно, потому что по сравнению с обычной презентацией или с обычным рассказом, у видео есть, конечно, множество преимуществ. Во-первых, лучше запоминается. Уже подсчитано, что при просмотре видеороликов человек запоминает около 60% информации, потому что задействовано и зрение, и слух. Еще немаловажный плюс, что видеофайлы сейчас можно просматривать не только на стационарном компьютере, но и с мобильных устройств. Это тоже очень удобно, потому что наши читатели могут смотреть наши видеоролики, буктрейлеры, слайд-шоу, используя планшеты или смартфоны, и постоянно находясь в курсе событий. Кроме того, видеофайлы очень хорошо принимаются в социальных сетях, в группах, в сообществах, в ВКонтакте, на Фейсбуке и в других каких-то социальных сетях. Поэтому видео снимается много, часто и в разных жанрах. Вот попытаемся сегодня классифицировать немножко все эти библиотечные видеожанры и посмотреть, как снимать видео, как его монтировать и какие инструменты уже существуют, чтобы нам в этом помочь. Вообще-то, на мой взгляд, в формат видео можно практически любое информационное событие в библиотеке облачить, скажем так. В формате видео можно и обычную презентацию снять, и создать инструкцию, например, по работе с сайтом или с электронным каталогом, рассказать, конечно, о книге и писателе, провести виртуальную экскурсию по библиотеке, по городу, по населенному пункту, по достопримечательностям, создать виртуальную выставку, прорекламировать книги и не только, например, и библиотечные услуги. Ну и, конечно, большое количество творческих работ сейчас создаются в жанре видео. Это и работы самих читателей, и работы библиотекарей, в частности, например, создание буктрейлеров. Перед тем, как создавать видео, наверное, стоит помнить вот об этих таких несложных правилах, которые я взяла как раз из образовательной сферы. Перед тем, как начать снимать видео, на несколько вопросов стоит ответить, будет ли это видео достигать тех целей и задач, которые вы поставили. Достаточно ли там информации, потому что слишком большое видео с огромным количеством информации будет восприниматься негативно, читатели просто его до конца не досмотрят. Хорошо бы, если бы это видео хорошо просматривалось с разных устройств, в том числе с мобильных. Если оно было бы небольшое по своему объему, уже проводилось огромное количество исследований, какое видео лучше воспринимается пользователями, на какой минуте они выключают, устают и так далее. Оптимально, как выяснилось, не более 12 минут. 5-12 минут совершенно спокойно пользователь может просматривать видео, фрагмент какой-то. Лучше, если это видео, конечно, будет неформальное. Если просто обычная лекция, обычный какой-то доклад в жанре видео, то вряд ли вызовет большое количество откликов у читателей. Ну, естественно, конечно, видео должно быть максимально качественным. Ну и не забываем про авторские права. Те материалы, которые мы используем в видеосюжете, должны соответствовать все-таки авторским правам. В идеале это было бы здорово. Ну и, собственно говоря, как будем снимать, что, какие жанры, как с ними работать. Вот я несколько-четыре для себя выделила основных вариантов видео, которые можно попробовать снять и использовать в библиотеке. Самый простой вариант, если вы только начали работать с видеофайлами и хотите что-то создать не очень сложное, то это, конечно, слайд-шоу. Слайд-шоу создается на основе фотографий. То есть это смена фотографий, может быть, без звука, может быть, под музыку, с музыкальным сопровождением. Так можно создать, например, виртуальную выставку, загрузив обложки фотографий и сделать надписи, допустим, с аннотациями книг. Создать такие слайды в программе PowerPoint, а затем на их основе создать слайд-шоу. И прокручивать его, например, на плазменной панели в библиотеке перед мероприятием, чтобы читатели знакомились с новыми поступлениями, например. Вариант «Голос за кадром» чуть сложнее. То есть вы кроме музыки можете наложить голос, который будет вам озвучивать происходящее на экране. Рассказывать какие-то истории, читать лекцию, рассказывать о писателе, о книге, комментировать, рассказывать о каких-то услугах библиотечных, какая-то просто интересная информация по теме. Все такое, вот я назвала это условно «Голос за кадром». Дальше. Вариант так называемой очеловеченной видеопрезентации, так называемая «Говорящая голова». Это вот практически как мы сейчас с вами находимся. То есть это презентация и рядом человек, который комментирует происходящее на экране. В таком жанре большинство вебинаров снимаются. Это тоже считается востребованным жанром видео, может быть не так часто используется. Но многим пользователям интересно наблюдать не только за презентацией, но и за спикером. Тоже такой вариант, что человек рядом с тобой находится. Немножко более очеловеченный вариант. Ну и наконец, просто видео, снятое на веб-камеру или на обычную видеокамеру. Все это смонтированное, красивое, можно тоже представлять как библиотечный информационный продукт. Например, какой-то видеоспектакль, видеочтение, громкие чтения в частности. Варианты, например, «Открой рот» или что-то другое. Все это можно совершенно спокойно снять на видео, красиво смонтировать, преподнести и показывать читателям. Собственно говоря, если говорить о том, как сейчас библиотеки работают в жанре видео, то можно говорить о нескольких таких направлениях. Одно из самых интересных, на мой взгляд, может быть не такое уже популярное, как раньше, называется «Буктюбинг». Может быть, вы слышали об этом от названия канала YouTube, на котором чаще всего размещаются видеоролики, что это такое. Библиотекари или просто люди, интересующиеся книгами, садятся перед видеокамерой и рассказывают интересные истории об этой книге, о ее писателе, об ее авторе, какие-то интересные факты из биографии, цитаты из книги, рассказывают о сюжете занимательно, показывают какую-то интригу книге. В общем, и вот такие видеоролики выкладываются на YouTube, и целое направление блогеров таких появилось. Называют они себя «Буктюберы», ну и само направление «Буктюбинг». Пришло, конечно, из-за рубежа к нам, но сейчас довольно распространенное. Многие библиотекари так работают, снимают такие видео, истории интересные, занимательные. Вопрос, востребовано ли это? Да, ну, на мой взгляд, востребовано, потому что есть удачные примеры создания каналов библиотечных на YouTube, где библиотекарь как раз вот и занимается «Буктюбингом». Я вам еще задала ссылку на видео, которое я взяла на канале «Приют мысли». Создала этот канал библиотекарь Тамара Хакимова. У нее пользователей достаточно много, более 7 тысяч подписчиков. Вот пример такого видео, где она рассказывает о книге, сейчас у вас в чате. Это рассказ о книге «Мастер и Маргарита», например. У нее на канале вы можете найти много различных видеороликов, посмотреть, как это она делает. Может быть, вам понравится эта идея. И вы захотите свой библиотечный канал создать и попробовать себя в роли «Буктюбера». Очень интересное и увлекательное занятие. Снимается все на видеокамеру, а потом монтируется. Другой вариант. В библиотеках очень часто происходят разнообразные литературные чтения. Почему бы не снять на видеокамеру все происходящее? Можно красиво это оформить и представить в жанре видео литературные чтения. Ребенок или читатель, пользователь с книгой читает отрывок из книги. Если вы красивые спецэффекты наложите, то это может выглядеть вот примерно, как я сейчас вам ссылку дала. Это пример рассказа о книге, фрагмент из книги, который называется «Она Каренина» Лев Толстой. Вот так можно представить тоже в жанре видео. Очень интересно, подобраны цитаты, красиво оформлено. И вызывает интерес и желание прикоснуться к книге, вспомнить или прочитать ее, если не читала. Ну и наконец, если у вас есть театральная студия или что-то вроде этого, какая-то видео-аудио студия, и вы занимаетесь уже более профессионально съемкой видео, то можно попробовать драматизацию. То есть представить театральный спектакль какой-то с элементами драматизации и снять его на видео. И тогда у вас что-нибудь такое получится. Эту ссылку я вам дала на один из последних наших видеопроектов. Это мы снимали фрагмент книги «Облачный полк» Эдуарда Веркина, именинные землянки Алифтины. Мы его сняли на видео. У нас не совсем драматизация, но с элементами драматизации. Мы назвали это «Видеочтение». И вот таким образом тоже можно снять интересный видеоролик. И представить его для читателей. И совместно с читателями, конечно. Какие инструменты здесь могут помочь нам, если мы хотим что-то красивое, интересное создать в жанре видео? Давайте начнем от простого к сложному. Слайд-шоу. И начнем с того, что есть у каждого компьютера 100%. Это PowerPoint. Без него никуда. Он помогает не только презентации создавать. Но сейчас новые версии PowerPoint позволяют создавать уже довольно профессиональные видеоролики. Слайд-шоу, я вам просто напомню, здесь создается несложно. Через команду «Вставка рисунок» вы на слайды размещаете фотографии, на основе которых будете делать ваше слайд-шоу. А затем настраиваете переходы между слайдами. Я вот увеличила этот фрагмент. Убираете галочку по щелчку и устанавливаете смену слайдов. Да, не всегда родители соглашаются, чтобы видео с их детьми было на YouTube. Вы можете снимать просто само чтение, а в кадре показывать, допустим, иллюстрации к книге. Я надеюсь, против голоса никто возражать не будет. Мы когда-то брали иллюстрации к книгам, которые нарисовали дети. И они просто озвучивали свои иллюстрации. Мы записали это, смонтировали слайд-шоу, добавили к нему озвучку, и получилось видео без детей. Просто их картинки. Можно так попробовать. А так вообще видеоролики мы снимали, вот облачный полк, например, уже с совершеннолетними. В кадре участникам 18+. И поэтому никаких проблем у нас не возникло. Они все дали свое согласие, и мы очень хорошо все сняли. Ну, вот возвращаясь к слайд-шоу, вы настраиваете переходы между слайдами. Здесь можно даже анимацию применить, чтобы красиво менялись слайды. Устанавливаете смену для каждого слайда. Либо для всех, тогда нажимаем кнопку «Применить ко всем», либо для каждого вручную. Определяйте, сколько то или иной фотографий, тот или иной снимок будет находиться на экране. Автоматически это все настраиваете. Далее. Есть еще одна дополнительная опция. Если вы хотите наложить музыку, фоновую какую-то, вы точно так же через вставку звук добавляете. А дальше можете настроить его воспроизведение. Например, вы хотите не каждый слайд отдельной музыкой озвучивать, а вообще весь музыкальный слайд, весь музыкальный файл растянуть на все слайд-шоу. Тогда вы на самый первый слайд вставляете звук, а дальше его настраиваете. Делается это через кнопку, через вкладку «Анимация», область анимации. Открывается вот такое вот окошечко, где вы настраиваете «Закончить», начать сначала воспроизведение, а закончить после определенного слайда. Но если в презентации у вас 15 слайдов, то заканчивайте после 15. Изменения сохраняем и просматриваем. У вас должны автоматом меняться слайды, и музыка должна звучать на протяжении всей презентации. Таким образом настраивается слайд-шоу. Далее, если вы все уже сделали, слайд-шоу у вас настроилось, вы можете его, конечно, показывать и как презентацию на мероприятии. Если вы его хотите сформатировать как видео и загрузить куда-нибудь в социальные сети, например, то есть опция «Сохранение видеофайла», «Презентация как видеофайла». Эта опция работает, начиная с версии Office 2010. И далее. Есть функция «Файл сохранить как» выбираете и нажимаете «Видеофайл». Выбираете из выпадающего списка. Единственное, что придется немножко подождать. Чем больше у вас слайдов, презентаций, тем медленнее у вас будет идти процесс форматирования. Зато на выходе вы получите вполне качественное видео. И сможете его или оффлайн транслировать на мероприятиях, либо загружать в социальные сети на тот же самый YouTube, на ВКонтакте и так далее. Такие слайд-шоу. Если у вас есть уже готовая презентация с перелистывающимися слайдами, с автоматической настройкой, вы можете ее тоже сохранить в формат видео. И у вас получится видеопрезентация. Мы когда-то вот как раз с этого жанра и начинали, создание видеопрезентации. Когда-то у нас были попытки создать даже буктрейлер на основе такой презентации. Мы настроили там автоматический переход слайдов, сохранили как видео и получился маленький буктрейлер. Это по книге «Люди под палубой» Николая Блинова, мурманского писателя. Второй наш опыт – это мы рассказывали о выставке «Роза ветров в север», которая у нас была в библиотеке, это реклама выставки, трейлер к выставке. Тоже была создана в PowerPoint презентация, настроены автоматические переходы, добавлена музыка фоновая и озвучка. И после этого все сохранилось. Вот так. Далее. Есть тут еще функция озвучивания. Вы можете добавить ее двумя способами. Если вы запишите свой голос на микрофон, например, вы можете вместе с фоновой музыкой добавить еще отдельной аудиодорожкой свой голос. Есть возможность прикреплять точно так же звук вставка, а есть возможность озвучить сразу по ходу презентации. Это еще интереснее. Делается во вкладке «Показ слайдов». Нажимаете «Настройка презентации» и дальше устанавливаете, например, автоматический показ. Либо вы можете здесь же в этой же вкладке сделать цикловую презентацию, чтобы она у вас без конца крутилась. Например, это удобно, если у вас панель какая-то в фойе библиотеки. Вы там слайдшоу запускаете и таким образом крутите. Вот здесь в настройках анимации можно установить вот такую цикличную панель. Это я немножко отвлеклась от озвучки. А озвучка – вот она, как это и делается. Озвучка. И второй способ – не прикреплять отдельные звуковые фрагменты, а озвучить сразу всю презентацию. Делается это во вкладке «Показ слайдов». А дальше там кнопочка «Запись показа слайдов». Откроется вот такое окошечко маленькое. Вы выбираете, ставите галочки, например, «Показ слайдов и анимации» и «Речевое сопровождение». Ставите две галки «Начать запись» нажимаете. После этого у вас появится кнопка «Рекорд» для записи. Как это работает? Вы листаете слайды презентации и прямо по ходу их комментируете. И у вас все сохраняется с озвучкой. Презентация получается озвученная. Здесь ничего уже настраивать не надо и прикреплять отдельно не надо. Здесь, может быть, даже чуть проще будет. Просто листаете слайды и комментируете их. Затем точно так же сохраняете, как и видеофайл, и вот у вас получается озвученная презентация. Это второй уже шаг, чуть больше технически сложный. Слайд-шоу попроще. Вот озвученная презентация чуть сложнее. Но, по сути, тоже слайд-шоу, только с озвучкой за кадром. Да, конечно, гарнитура нужна для озвучки. Она лучше работает. Но если у вас есть хороший микрофон, то можно и микрофон. Главное, чтобы в помещении было тихо. С гарнитурой вы можете записывать практически в любом помещении, я думаю. А вот с микрофоном лучше в помещении небольшом, чтобы не было эхо каких-то других дополнительных источников шума. Мы записывали и так, и так. И так, и так хорошо получается. Микрофон, да, подключается к компьютеру. И вот единственное техническое, что вам здесь нужно, это микрофон. Если же вам пока нет возможности разбираться в PowerPoint, или вам кажется, что это сложновато, а нужно, как обычно, все очень быстро сделать и качественно, а еще желательнее поделиться в сети интернет, то тут очень много можно использовать различных онлайн-сервисов, которые помогут сделать это быстро. Единственное, что во многих из них скачивать на компьютер нельзя. Готовый вариант, но зато можно беспрепятственно делиться им в сети. Ну, например, первую ссылку вам даю на сервис, который называется PhotoPitch. Самый простой сервис, который сейчас существует для создания слайд-шоу. Как он работает? Вы открываете сервис, регистрируетесь в нем, а дальше просто загружаете свои фотографии. Ну, вот у меня сейчас на кадрах слайд-шоу «Лучшие книги о Мурманске». Мы просто загрузили обложки книг и сделали небольшую виртуальную выставку. Просто по обложкам книг, просто попробовали, как этот сервис работает. Раньше в нем были ограничения до 15 фотографий. Сейчас здесь не бесконечное количество, но ограничения эти сняты. И можно достаточно много фотографий загружать. Далее. Здесь есть библиотека музыкальных файлов. Вы можете подобрать фоновую музыку. Два шага. Первый шаг – загружать фотографии. Второй шаг – добавляйте фоновую музыку. Третий шаг. Можно добавить текстовые надписи. Вот сейчас как раз окошечко для добавления надписей. Вы можете просто обычные надписи добавлять в центре или с краю, или сверху. А есть еще кнопочка, которую я выделила красным. Квиз называется. Это викторина. Вы можете сделать свое видео даже интерактивным. Добавить внутрь видео какую-то простенькую викторину. Вот как сейчас. Вопрос написать. Варианты ответов. Ну и отметить, конечно, тот, который верный. И после этого сохранить. И у вас внутри вашей видеопрезентации будет еще и викторина для читателей. То есть они будут не только просматривать, но и отвечать на вопросы. Теперь о минусах сервиса. Он, конечно, очень быстрый и очень несложный. Но здесь есть тоже минус. Скачать на компьютер нельзя. Есть код. Вы можете этим кодом вставить готовое видео на ваш сайт или блог. Здесь есть два формата для каждого слайд-шоу. Вы можете выбрать то, что вам нравится больше. Я вам ссылку послала сейчас на формат, который называется спираль. Необычно. У вас книги крутятся по кругу. И вы можете любой из них, если открыли ссылку, щелкнуть по любой из них и ее к себе приблизить. Рассмотреть обложку более подробно. Другой вариант обычный. Слайд-шоу, когда просто сменяются фотографии. Такой вариант тоже возможен. Все. После этого вы получаете код, вставляете на сайт и в блог и показываете или предлагаете читателям для просмотра. Другой вариант. Прошу у веб. Тоже несложный сервис. Кроме того, у них есть веб-версия онлайн. Есть еще программа, которую можно скачать. Программа платная, а вот у веб-сервиса есть бесплатный тарифный план, который можно попробовать. Единственное ограничение, тут бесплатно 15 фотографий загружается. Здесь тоже есть большая библиотека музыки. Вы можете добавлять, кстати, свои музыкальные файлы. Если в фото-пич можно было только из библиотеки брать, то здесь вы можете добавить свою музыку. Точно так же, два таких же точных шага. Кнопочкой «Add Content» вы добавляете фотографии. Кнопочкой «Add Music» выбираете музыкальный файл. Сервис умный, он вам сразу предложит переходы между слайдами, красивые, на его взгляд. Если вам что-то не нравится, вы можете их поменять вручную. Вот эти маленькие зеленые прямоугольнички между слайдами – это как раз кнопки для вызова анимации и ее изменений. Вы можете, огромное количество здесь различных анимационных переходов, вы можете выбрать любой другой, какой вам понравится. И вот так вручную настроить. Если у вас времени нет, то сервис может самостоятельно вам все смонтировать и получится у вас слайд-шоу. Какие тут минусы есть? Самый большой минус – сервис не воспринимает кириллицу. То есть вы можете написать надпись, но на слайдах она получится в виде вопросительных знаков. Как выходит из этой ситуации? Сохраняют тексты. Если вы хотите какой-то текстовый слайд пустить, то вы сохраняете текст, например, набираете его в PowerPoint и сохраняете этот слайд как картинку. А затем, как обычную фотографию, загружаете в компьютер. Например, вы хотите название слайд-шоу поместить в самом начале. Нет, не нужно для добавления своей музыки. Этот файл должен быть у вас на компьютере. Вы просто его закачиваете на сервис и добавляете в ваше слайд-шоу. Дополнительное разрешение не нужно. И после того, как вы все настроили, у вас все красиво передвигается, вы это все сохраняете. Точно так же можно получить ссылку, можно код, чтобы вставить кодом. Можно напрямую загрузить сразу на YouTube. Если у вас есть YouTube-канал, можно сразу туда отправить. Если вы хотите сохранить на компьютер, есть такая возможность. Правда, качество будет чуть-чуть хуже – 360. Но вы можете скачать на компьютер получившееся видео и демонстрировать его на своих мероприятиях и оффлайн тоже. Сервис достаточно функциональный и несложный. Поэтому мне нравится, и мы часто его в своей работе использовали. Ну и третий вариант давайте посмотрим. Тоже хороший сервис, он мне тоже нравится. Называется Animoto. Я вам расскажу несколько хитростей, которые существуют в работе с этим сервисом. Очень многие пугаются, когда заходят на стартовую страницу его, потому что на стартовой странице висит устрашающая надпись, что в бесплатном тарифе здесь можно создать только видео протяженностью 30 секунд и с огромным водяным знаком прямо по центру. Это всех отпугивает. На самом деле у этого сервиса есть специальный тариф, называется он «Образовательный». Если вы скачаете вот эту презентацию, которую я вам сейчас показываю, то вот ссылка Animoto, название нашего слайда, она активная. Она как раз ведет на тот самый образовательный тариф. Вы заходите, регистрируетесь. Зарегистрироваться нужно как учителю. Например, учителю литературы. Назвать свое учебное заведение. Если вы работаете в школе, то вообще отлично. Либо в ВУЗе. Просто записывайте свое название учебного заведения. И нужно еще назвать предмет, который вы преподаете. Например, литературу. Я регистрировалась именно так. Хотя я работала в муниципальной библиотеке, но зарегистрировалась как учитель литературы в одной из школ, с которой мы сотрудничали в то время. Совершенно спокойно. Сейчас минутку отвечу на ваш вопрос. Увидела в чате. Совершенно спокойно регистрация сейчас проходит. Раньше нужно было ждать 2-3 дня, пока ее подтвердят. Сейчас практически автоматически, минут через 5, вы получаете ссылку на ваш аккаунт. И он будет образовательным. Что дает образовательный аккаунт? Он, во-первых, длится бесплатно 180 дней. Потом вы можете его продлить, как только он закончится. Вас об этом оповестят. Вы просто нажмете кнопку «Продлить» и еще раз 180 дней будете продолжать. Я уже третий срок работаю в этом сервисе. Бесплатно все проходит. Далее. Что здесь возможно? Во-первых, нет никаких водяных знаков. Вы можете добавлять неограниченное количество фотографий, добавлять аудио из библиотеки, либо загружать еще и свое. Можно писать тексты. Русский язык поддерживается. Практически все возможности здесь неограничены. Выходное качество видео 360. Его можно скачать на компьютер, либо загрузить на YouTube напрямую. Вот, собственно говоря, здесь бесплатных шаблонов 77. И более 100 музыкальных треков. Они все защищены авторским правом, поэтому не бойтесь, что что-то там пойдет не так. И авторское право заблокируют. Нет, все совершенно легально, здесь все защищено. Поэтому можно этим сервисом пользоваться. И он, самое главное, очень быстрый. В чем его преимущество? Он умный. Он под музыку подкладывает определенные анимационные переходы. Он подстраивает слайды с таким ритмом. Вам не нужно вручную настраивать, сколько, например, секунды будет длиться тот или иной слайд. Сервис автоматом вам все сделает и получится довольно красиво и интересно. Он под сам ритм музыки будет по слайду вам добавлять, как нужно. Если ритм у вас быстрый музыкального файла, то и слайды будут быстрее вращаться. Если более спокойная музыка, то и слайды будут неторопливо вращаться. Вот пример нашего слайд-шоу. Мы когда-то сфотографировали нашу библиотеку и сделали вот такое небольшое слайд-шоу, как и виртуальную экскурсию по библиотеке. Поскольку качество выхода продукта не очень высокое, поэтому совет – используйте фотографии хорошего разрешения и хорошего качества. Когда смонтируется видео, оно будет 360, но само качество фотографии все-таки сохранит презентабельный вид, и слайд-шоу не будет мутным, а будет вполне таким симпатичным себе. Вот такая тоже небольшая хитрость. Есть инструкция по всем этим трем сервисам. Все эти инструкции, они вот в самой презентации здесь запрятаны. Как ее сейчас получить в процессе просмотра, вы ее можете скачать. Кнопка, как всегда, с правой стороны вверху, изображение папки серой. Если вы на стационарном компьютере сейчас находитесь, то вы можете прямо сейчас нажать на эту кнопку, откроется с правой стороны у вас дополнительное поле, называется оно «Ресурсы». Из списка общедоступных ресурсов найдите два зелененьких значка. Первый – 22 инструмента для создания видео, и второй значок – библиотечное видео. Это две презентации, которые я сегодня подготовила к нашему мероприятию. Обе можете скачать. В них собраны ссылки на все сервисы, о которых я рассказываю, обучалки и примеры, которые помогут вам в работе. Давайте вернемся, пойдем дальше. Еще один интересный сервис – это уже для создания такого вирусного видео. Наверняка вы слышали это слово «сочетание» – «вирусный контент». Наверняка сами в этом участвовали. Огромное количество тестов, наверное, видели. Узнать, каким ты был в прошлой жизни, выбери себе котика, песика, в общем, все что угодно. Вот такие развлекательные тесты, протестируй свой характер или что-то подобное. В большом количестве в социальных сетях публикуются, и многие из них у нас в ленте наверняка есть похожие. Вот добрались до вирусного видео. До этого были вирусные тесты, сейчас вирусное видео. Не вся информация сохранилась. Но, значит, после окончания вебинара напишите мне по адресу электронной почты. Он будет на последнем слайде. Напишите по адресу, я постараюсь вам помочь с этим. PlayBus – это как раз сервис для создания того самого вирусного контента. Здесь можно и тестики создавать, и викторины, и разные флеш-карточки, которые переворачиваются очень красиво. Я на нескольких вебинарах о нем рассказывала. Сегодня расскажу в связи с созданием вирусного видео. Ну, красивое название, на самом деле все очень просто. Это просто слайд-шоу с красивыми надписями внизу. Это все очень просто работает. Здесь даже, наверное, проще, чем в предыдущих сервисах. Вы точно так же загружаете фотографии. Здорово, что фотографии здесь не меняют свое качество. Вы можете даже довольно тяжелые загружать. Я до 2 мегабайт совершенно спокойно загрузила 15 фотографий. И ограничений на их количество я не увидела в этом сервисе. Далее. Вы можете настроить показ этих фотографий, выбрать фон, добавить кнопочку со значком музыки, с ноткой. Это добавление музыкального файла. Можно из библиотеки, можно свой загрузить. Кнопочка «Бэкграунд». Вы можете выбрать тени, какие-то формы, прямоугольнички, кружочки на заднем плане, чтобы были залить фон и сделать его ребристым, еще каким-то. Нажимая на кнопку «Бэкграунд», вы просто будете экспериментировать и смотреть, что у вас получается в итоге. Дальше. Если посмотрите в правый угол этого слайда, который я заскриншотила на экране, то вот там в самом дальнем правом углу два значка, часики такие. Часики настраивают переходы между слайдами, секунды. Либо у всех одинаково будет, либо вы вручную сможете там настроить то, что вам нужно. От 2 до 15 секунд. Дальше рядом кнопочка – это шаблончики. Вы можете фотографию не на весь экран растягивать, а, например, ее фрагментарно разместить. То есть задний план будет размыт, а на переднем плане фрагмент этой фотографии. Если вы кнопку нажмете, там вам предложат около 10 шаблонов, вы самостоятельно выберете то, что хотите. Ну и кнопка с буквами «А» – это загрузка текста. Каждому слайду внизу, сверху, снизу, как хотите, можно добавить текст. Текстовые. Меню «Шейп» предназначено для фигурок различных. На фоне могут быть кружочки, прямоугольнички. Но фотография будет из таких маленьких прямоугольничков состоять, такая немножко ребристая будет. Либо у нее из кружочков будет состоять. В общем, там надо смотреть и пробовать в зависимости от фотографии. Смотря какая у вас будет фотография, сервис подстроится под нее и покажет вам результат сразу на экране. Есть кнопка «Превью видео». Вы можете сразу просмотреть, что у вас получилось. Не понравилось – вернуться назад и продолжить. Всего 5 кнопок, но возможностей много. И сервис очень хорошо сейчас продвигают. Я попробовала поискать, что там уже создано интересного. Сама еще пока не пробовала, просто загрузила несколько фотографий, посмотрела, как это работает. А на самом деле контента уже создано в этом сервисе огромное количество. Есть развлекательные про котиков и песиков. Есть и познавательные, кстати, видеоролики. Я один из них нашла. Тема очень серьезная про ядерное оружие. Ну, исключительно ради примера ссылку взяла, чтобы у нас не котики и песики были, а что-то более серьезное. Ну и сделано достаточно так стильно, на мой взгляд. Несмотря на вот такую простоту сервиса, получаются вполне себе интересные информационные продукты. Есть инструкция пошаговая, опять-таки. И что еще нужно сказать в этом сервисе? Вы скачать его не сможете, это видео себе на компьютер, но опять ссылкой и кодом вы можете делиться. И в социальных сетях, и у себя в блоге, и на сайте его публиковать. Ну, таким образом работает. Этот сервис интересный, довольно можно тоже попробовать использовать в работе. Ну, давайте теперь поговорим еще об озвученных презентациях. Если, опять-таки, PowerPoint вам как-то недоступен или не очень интересен, то можно опять к онлайн-сервисам обратиться. Например, Present to Us. Это сервис для создания озвученных презентаций. Если у вас есть готовая презентация, вы можете загрузить ее в этот сервис и просто записать озвучку. Вам нужен всего лишь микрофон. Вы можете озвучивать каждый слайд одновременно. Вот я красненькой кнопочкой выделила «Slide by slide». Каждый слайд по очереди. Либо сразу записать всю озвучку на всю презентацию. То есть вы ее открываете, листаете и рассказываете вашу историю, которую хотите записать как озвучку. Ну, вот пример небольшой презентации ссылкой дала. С сервисю сложный загружаете, записываете, сохраняете. Сервис вам все форматирует, а вы получаете ссылку и код, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Какие я заметила минусы? Минус здесь основной один. Здесь уезжают шрифты. Когда вы начинаете загружать вашу презентацию, если шрифт какой-то не очень стандартный, как, например, у меня было, вот сейчас на слайде видно, что текст немножко уехал. Буквы увеличились в размере в результате конвертирования, и у нас часть слова уехала вниз. Плохо. Тогда здесь есть предложение на самом сайте. Он предлагает презентацию сохранить в формате PDF. И тогда при загрузке никакие шрифты не изменятся. И вы сможете без потерь загрузить вашу презентацию и ее озвучивать. Вот таким образом это работает. Сервис бесплатный. Ограничений я особо здесь не заметила. Можно просматривать слайды, слушать те, которые захочутся. Не всю презентацию, а вот некоторые из них. На YouTube загружать, правда, нельзя. И скачивать на компьютер. А все остальное можно. Еще один вариант. Еще проще сервис. Но здесь немножко другие ограничения. Сервис Кновио. Это тоже для создания видеолекций работает. Здесь еще подключается веб-камера. Если вы хотите создать презентацию, вот наподобие как вебинары, то есть там спикер есть и сама презентация есть, вы можете этот сервис выбрать. Здесь вам нужен уже микрофон и веб-камера, которую вы подключаете. Можно и без веб. Это не обязательно. Но можно. Сама презентация тоже загружается, либо PDF, либо PowerPoint. Кстати, шрифты здесь не съезжают. Здесь более такое качественное форматирование. Здесь есть возможность добавлять спикеру записи. То есть их не видно, допустим, всем, кто смотрит эту презентацию. Но самому спикеру вот вверху будет вот такое поле с его записями. И он, когда будет записывать, он может в это поле подглядывать и зачитывать оттуда. Это удобно при записи. Кнопочек всего две. Вот одна зелененькая, рекорд, а вторая рядышком перелистывает слайды. Все. Загружаете презентацию, включаете микрофон, камеру, если хотите. Нажимаете кнопку рекорд, а дальше листаете слайды и рассказываете вашу историю. Готовое видео сохраняется на сервисе. Можно на сайте и в блоге его опубликовать, поделиться ссылкой. И даже можно скачать на свой компьютер, если хотите. Единственное ограничение – опять бесплатный тариф. Здесь всего создать можно три презентации. Но опять-таки, голь на выдумке хитра, поэтому можно создать три, скачать их на компьютер, удалить, очистить ваш рабочий кабинет и еще три попробовать. Можно так, подпольным способом. И второе ограничение – запись презентации всего 7 минут. То есть они небольшие, должны по протяженности быть. Презентацию, например, на 30 слайдов вряд ли получится. Но обычную презентацию слайдов на 10, почему нет, можно записать здесь. Такой тоже несложный сервис, он как раз рассчитыван на неопытных пользователей. Еще более продвинутый инструмент, называется он Presentation Tube. Принцип тот же самый. Вы можете, например, записать видео. Ссылку я вам не дала на Кновио. Сейчас вернусь к Кновио, кину ссылку, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит в натуре. Но Presentation Tube – это тоже сервис для создания презентации в формате «Говорящая голова». То есть есть спикер, он у нас будет с правой стороны, и в центре будет презентация. Точно так же в итоге получится, либо здесь три варианта событий. Вы можете записать просто спикера с помощью веб-камеры, можете записать спикера и презентацию, можете записать просто презентацию «Говорос за кадром». Вот таким образом, три разных версии. Здесь немножко иначе все устроено. Вы регистрируетесь на сервисе. Вам предлагают скачать программу на компьютер для записи. Вы ее скачиваете и устанавливаете. Не так уж много места для нее потребуется, она очень быстро установится у вас на ПК. Дальше нам нужен компьютер и веб-камера для того, чтобы начать запись. Записываете вы в формате офлайн, то есть вы не привязаны к скорости интернета. Это здорово. Особенно если вы пишете с веб-камерой, вам может помешать, если вы в онлайн-сервисе работаете, вам может помешать скорость интернета. Если вы, допустим, на нетбуке работаете, либо просто канал у вас не очень быстрый, может изображение подвисать, или сам звук квакать. А вот если вы в офлайне будете записывать, у вас ничего не подвиснет, видео будет, аудио будет, и все будет качественно. Это плюс этого сервиса. Я бы сказала, сервис-программа, потому что она частично будет как сервис работать, частично как программа. Вы здесь можете записать любое количество слайдов, какое захотите. Загружаете готовую презентацию, листаете слайды стрелочками, комментируете. Посмотрите, вот и так выглядит панель во время записи. Вот с левой стороны – next slide. Это вам сразу будет подсказка, какой слайд будет следующим. То есть, чтобы вы логику событий не теряли, вам будет все время подсказываться, какой слайд идет следом, чтобы вы логически перестраивались. Далее, здесь есть инструменты для рисования, ластики, стрелочки, которыми можно еще по ходу в самой презентации что-то рисовать для слушателей. Кнопочка Record запускает запись. Кнопочка Stop останавливает. Review – это перезапись. Если вам что-то не понравилось, стерли и начали заново. Кнопка Draw рисует. Далее. Вы записали это все. Сервис вам сохранил это. Сохраняет он в формате ASF. Что это за формат такой? Формат достаточно хитрый. Он на плеере, на обычном компьютере не проиграется. То есть, вы в самой программке можете вашу презентацию просмотреть. Но если вы захотите ее как-то скачать в обычном формате, поделиться в социальных сетях, то не получится. Что для этого нужно сделать, чтобы ее распространить? Вы этот файл ASF возвращаетесь на тот сайт, откуда вы скачивали программу. Там у вас уже создан личный кабинет после регистрации. Вы этот файл ASF загружаете в свой личный кабинет. Разогрузка очень быстрая. Он у вас сохраняется. После этого сервис вам дает ссылку на ваш слайд, на вашу презентацию. Более того, она тут же автоматом грузится на YouTube, на канал того самого сайта. То есть, вам даже не обязательно иметь свой канал на YouTube, оно уже будет опубликовано с YouTube. У вас будет ссылка и код. Вы можете встроить ее на сайт и в блог у себя. Вы можете с YouTube ее скачать и получить ее такими обходными путями, но оффлайн себе на компьютер. Вот так работает. То есть, вот такая двухступенчатая история. Сначала записываете оффлайн, потом переконвертируете онлайн, получаете в итоге видеопродукт. Формат 360 на выходе получается, поэтому, если презентации делаете в этом сервисе, делайте их с более крупными шрифтами и картинками выразительными, чтобы качество не пострадало. А так вот можно попробовать. Я несколько таких видеолекций записывала в этом сервисе. Почему его выбрала? Ну, во-первых, нет привязки к скорости интернета, нет ограничений по времени звукозаписи, и большое количество слайдов можно так создавать. Поэтому вот его и выбрала в качестве такого хорошего рабочего инструмента. Расскажу вам несколько слов о скринкастах и как это вообще можно использовать в работе библиотеки. Скринкасты – это особый жанр видеофайлов. Это запись происходящего на экране компьютера и аудиокомментарии за кадром, что происходит и где. Чаще всего скринкасты используются для создания разных видеоинструкций к программам, к сервисам. Можно, например, создать скринкаст, как искать в электронном каталоге. То есть вы снимаете запись с экрана, ищете что-то и записываете комментарии. Даете такую видеоподсказку читателям, которые не очень хорошо ориентируются в вашем каталоге, как нужно найти нужную им информацию. Другой вариант, если вы занимаетесь обучением, можно создавать скринкасты по работе с разными программами, приложениями. Мастер-класс можно создать. Да, можно создавать скринкасты и вставлять их в свой мастер-класс. Это для тех, кто работает методической службой, занимается и так далее. Это тоже очень хороший инструмент. Что говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Вот наглядно сейчас скринкасты большой популярностью пользуются. Наверняка, когда вы какие-то программы осваиваете, вы видео находили в интернете, где показывается, какие кнопочки нажимать, в каком порядке и что получается. Вот таким образом работают скринкасты. Скринкасты – это в основном программы. Есть один онлайн-сервис, называется он Screencast-O-Matic. Они все работают в одном жанре, скажем так. Вы получаете вот такую рамочку, выделяете часть экрана, которую вы хотите снять, нажимаете кнопку Record, и все, дальше пошло снятие с экрана. Если подключаете еще и микрофон, то вы можете параллельно аудиокомментарий добавлять к происходящему. Готовое видео сохраняется на сервисе, вы получаете на него код, ссылку, можете им делиться. Это Screencast-O-Matic. Другое – это уже программа, Извит. Достаточно такая непростая программа, тоже снимает происходящее на экране, но у нее еще дополнительная функция, она еще может монтировать это видео. Если вы где-то там оговорились, что-то не так показали, чтобы не переписывать видео заново, то попробуйте Извит. Там есть внутри встроенный видеоредактор, вот он внизу на монтажной ленте. И вы можете что-то вырезать, ненужное, допустим. Слишком вы что-то длинно рассказывали, либо там где-то ошиблись, чтобы не переписывать все заново. Вот Извит – хороший вариант. Правда, он немножко более сложноватый, но оно того стоит. Вы можете так. Готовое видео можете на YouTube закачивать, либо к себе сохранить на компьютер. Это программа. Она на компьютер устанавливается, на сайте скачивается. Еще одна программа. Это попроще. OCam Screen Recorder. Он на русском языке, что немаловажно. Бесплатно скачивается, устанавливается. Вот такой рамочкой зелененькой. Выделяете область экрана, нажимаете кнопку «Запись», все работает. OCam Screen Recorder хорош тем, что у него есть мобильная версия. Вы ее на флешку себе сохраняете и с этой флешкой ходите и работаете с разных компьютеров. Называется «Портативная версия». Ее можно не устанавливать на компьютер, просто с флешки запускаете, и он работает у вас на любом компьютере. Поэтому я его тоже отдельно выделила строкой. Здесь очень простой сервис, все очень несложно. Записываете, сохраняете на компьютер, и все, и работаете. Ну и мой самый любимый инструмент iSpring FreeCam. Бесплатная программа для записи видео с экрана. Она тоже на русском языке. Полюбила ее давно, и уже давно ей не изменяю. Все, что записывала скринкастами, записывала все в ней. Она здорово работает, бесперебойно. Бесплатная скачивается. Никаких ограничений бесплатно нет. Записываете любое видео с экрана в хорошем качестве 720. Качественно все получается. И потом можете распространять в сети, качивать на YouTube и так далее. Кроме создания методических материалов, скринкасты очень здорово использовать, если вы в каком-то сервисе работаете, а этот сервис создаст вам видео, но не разрешит его скачать. А вам очень хочется это видео получить. Тогда вам на помощь приходят вот эти скринкастеры. Программки. Вы видео разворачиваете на весь экран, запускаете предварительный просмотр или там, да, пиратство, но вы же свое собственное скачиваете. Почему нет? Вы же только что сами его создали. Поэтому я не думаю, что это пиратство. Просто вы хотите свой продукт сохранить себе. Поэтому чего же нет. Разворачиваете на весь экран свое видео и записываете с экрана ваше видео, сохраняете себе офлайн. В свое время я когда-то работала с сервисом, который назывался видео. Он позволял создавать различные видеоролики, анимированные. Сейчас попытаюсь его найти, эту ссылку. Вот про северного оленя я там сделала видеоролик. Но этот сервис был до того платный, что он разрешал этот видеоролик смотреть только 5 дней, а потом он его стирал. Обидно. Много работала, а через 5 дней все стерто. Хочется его сохранить. Я его сохранила через iSpring. Вот он сейчас на YouTube есть. Ну, поэтому вот. Такая интересная мысль. А еще так можно презентации записывать озвученные. Развернул на весь экран презентацию, листаешь и снимаешь. И параллельно аудиокомментарий записываешь. Вот можно и презентации в PowerPoint. Ничего настраивать самим не надо. Через скринкастер все записать. Тоже вариант. Ну и наконец, самое интересненькое, что можно создавать в формате видео, это буктрейлеры. О буктрейлерах можно говорить долго, подробно. И целого вебинара, наверное, будет мало. Поэтому такая очень сжатая информация. Буктрейлеры уже целые классификации им придумали. И буктрейлеры – это небольшие видеофайлы, видеоролики, которые рекламируют ту или иную книгу. Одно время они были очень популярны. Если вы помните, проводился даже всероссийский конкурс буктрейлеров, где отдельная номинация была для библиотекарей, чтобы они демонстрировали свои работы. Сейчас, насколько я знаю, конкурс уже не проводится. Жалко. От идеи буктрейлеров уже как-то отошли. Но тем не менее, это все равно очень полезные информационные вещи. Вот придумали их классифицировать по форме и по содержанию. Ну, давайте пробежимся, что такое. Вот, кстати, сейчас я вам ссылку дам на тот самый конкурс буктрейлеров. Конкурс уже не работает, а сами ресурсы-то работают. Там очень много интересных буктрейлеров есть. Я думаю, на мероприятии можно что-то из этого взять и показывать. Ну, наугад я его открыла, увидела, например, буктрейлеры по преступлению и наказанию. А мы как раз в 10 классе его проходим. Почему не показать на уроке? Поэтому вот. Ссылку на конкурс даю. Там много, правда, интересных работ. Можно использовать в работе библиотеки. Ну, естественно, с указанием авторов. А буктрейлеры вообще бывают игровые. То есть это даже такие целые фильмы по книжке. Там с привлечением актеров. Все очень красиво. Этим в основном занимаются профессиональные видеостудии. Вот пример 451 градус по Фаренгейту. Игровой буктрейлер. Есть неигровые. Это что-то уже ближе к нашему жанру, библиотечному. Это слайд-шоу с небольшими видео-аудио-вставками. Вот, пожалуйста, неигровой буктрейлер. Анимация. Здорово. Это интересно. Особенно книга, если детская. То это вообще отлично смотрится. Ну, и у читателей, и взрослого, и детского возраста вызывает интерес. Вот вам пример анимации. Это книга «Алиса в стране чудес». Это как раз видеоролик, который задел второе место на одном из конкурсов буктрейлеров. Мне очень понравилось. Я понимаю, что я, конечно, ничего такого никогда не создам. Но это очень здорово сделано, правда. Поэтому посмотрите. Я думаю, вам тоже понравится. По содержанию. Буктрейлеры бывают повествовательные. То есть, когда вы идете вслед за автором. Ну, чаще всего рассказываем основные ключевые моменты сюжета. О чем эта история, кто герой, где происходит. Может быть, какую-то интригу вносим. Вот. Пример повествовательного буктрейлера. Книга Кундера «Вальс на прощание». Есть буктрейлеры атмосферные. То есть, из такого буктрейлера не очень понятен, в чем сюжет, но верно передана атмосфера книги. Какие-то мотивы, какие-то музыкальные файлы, которые настраивают на нужный лад. Вот пример атмосферного. Есть еще сложнее. Это концептуальные. Какие-то философские идеи в центре. Честно говоря, я вообще даже на этот жанр и не замахивалась. Но кто-то работает и в таком жанре. Ну, вот пример концептуального. Например, вот такой предлагается буктрейлер. Это все ссылки на ютубе. Они все в самой презентации есть. Если захотите, будет время, посмотрите. Очень интересные попадаются материалы. Ну, вот. Что же такое буктрейлер изнутри? Это сразу такой мультижанр, я бы сказала. Здесь есть, конечно, изображение. И видео. Фрагменты, либо весь буктрейлер как видео, либо кусочки видео. Конечно, какие-то текстовые надписи, которые рассказывают нам о героях, о сюжете. Какие-то ключевые слова выводят на экран. Естественно, в буктрейлере хорошо бы озвучка была. Либо это просто музыка фоновая, либо голос за кадром, который что-то комментирует. Либо сами герои разговаривают. Ну, естественно, поскольку это буктрейлер, тут нужны и цитаты из книги. Да, какие-то отсылки к книге. Это уже все здорово. Вот, когда мы соберем вот эти шесть компонентов, у нас, наверное, и получится интересный и познавательный буктрейлер. Много споров идет о том, что нужно ли в буктрейдере пересказывать сюжет, неубъемлемую интригу. В общем, это такие философские уже вопросы. По ходу, когда будете работать, уже сами для себя определите, что нужно, что не нужно. Единственное, выбрать, наверное, конечно, книжку из собственного опыта, которая вам действительно интересна. Которая у вас есть какая-то в голове концепция, которую бы вы хотели вынести на экран. Ну, и интригу сохранить, чтобы вызвать у читателей интерес. Не увлекаться пересказом, а действительно заинтересовать этой книжкой. К буктрейлерам предъявляют вот такие требования, как правило. Это общий стиль оформления. То есть, если у вас буктрейлер такой в сдержанном стиле, то какие-то анимашки, гифы, это вряд ли уместно. Дальше, вот та самая интрига, которая должна сохраняться, вызвать интерес. Естественно, это все должно быть в хорошем качестве. Если вы фотографии отбираете, то они должны быть хорошего качества. Продолжительность буктрейлера от минуты до трех. Не более трех. Как правило, на конкурсах такие требования выставляют. Обязательно внимание обращайте на шрифт, который в буктрейлере используется. К сожалению, на формате видео, особенно если с мобильных устройств его будут смотреть, и все шрифты хорошо читаются. Поэтому надо не увлекаться какими-то красивостями, а действительно выбрать что-то читабельное, что будет хорошо смотреться на экране. Ну и про авторские права тоже не забудем. Самый простой вариант работы с буктрейлерами – это программа, которая называется «Киностудия Windows Live» или «Movie Maker». В разных Windows она называется по-разному. Вот наверняка все ей пользовались и видели, как она смотрится. Вы просто добавляете сюда фотографии, видео, любой контент медиа. Да, конкурс был на сайте «Сорона читающая». Спасибо большое. Сейчас очень много таких конкурсов проводится, и региональных, и федеральных. Многие библиотеки свои собственные конкурсы проводят, буктрейлеров. Так что это сейчас востребованный жанр действительно. Ну, вот так выглядит рабочее поле. Вы загружаете через кнопочку «Добавить видео и фотографии», добавляете музыку. Сейчас есть возможность добавлять музыку не с самого начала до конца, а просто каким-то фрагментом. Здесь же можно монтировать, выделять что-то ненужное, вырезать, удалять, добавлять титры, переходы между слайдами, анимацию. Большое количество разных переходов есть, красивых. Есть шаблоны для текстов, вам не обязательно самим текстом. Да, спасибо музыку, точно забыла про музыку. Программа замечательная. Если вы начинаете работать с буктрейлерами, то это вот самое оно, что есть. Во-первых, есть почти на всех компьютерах. Теперь недостаток. К сожалению, с 2007-го сейчас эту программу скачать нельзя. Раньше можно было на сайте Windows, Microsoft скачать эту программу и установить ее себе на компьютер, если его нет. Сейчас этой программы скачивать нельзя, закрыто. Поэтому, если она у вас есть на компьютере, в лицензионных Windows она есть. Поэтому здорово, ей нужно пользоваться, ей никогда она не откажет. Единственное, что вот эти шаблоны, переходы между слайдами, они легко уже узнаются, и когда просматриваешь буктрейлер, сразу видно, примерно в какой программе создана. У Movie Maker очень такие запоминающиеся шаблоны, их легко опознать, наверное. Но вот для начинающих буктрейлеристов это как раз вот самое оно. Быстро и качественно. И если компьютер достаточно мощный, то он зависать не будет, будет работать. Зависнуть может быть, если видео у вас очень тяжелое по своему формату. Вот в этом случае. Альтернатива. Что взять, если у вас нет этой программы, или времени для осваивания нет, то что же делать? Вот пример сейчас в Movie Maker я вам дам на наш буктрейлер, который как раз в Movie Maker был смонтирован. Здесь и фотографии, и видео. Она в MS Office должна быть. Она не в MS Office, она в принципе в тех программах, которые у вас установлены на Windows, на вашем компьютере. Откройте список программ и поищите ее там Movie Maker. Она в офисный комплект не входит. Она вот сама по себе. И если вот у меня Windows 10, например, установлен лицензионный на компьютере, то она и там есть. И вот. А если, к сожалению, нет, ну вот это, к сожалению, не очень хорошо. Но я вам сейчас покажу несколько бесплатных программ, которые похожи на Movie Maker, которые можно скачивать, и они рабочие. Ну, сначала онлайн-сервис, V-Video, просто для информации. Есть сервисы, спрашивают часто, а если мы не хотим ничего устанавливать на компьютер, или, например, мы сидим на работе, а у нас запрещено что-то устанавливать, а очень надо. Ну, вот есть сервис V-Video, это онлайн-сервис. То есть устанавливать ничего не надо. Здесь примерно то же самое. И можете загружать свои фотографии. Тут есть небольшая библиотечка изображений, если что-то красивое хотите. Ну, здесь много, вернее, мало бесплатного, лучше уже свои картинки брать. И добавить сюда можно еще озвучку, либо музыку. И получится слайд-шоу, либо такой небольшой буктрейлер. Единственное, вот недостаток, вы его видите сейчас на экране, с правой стороны верхнему гру огромный введеной знак V-Video. Это единственное, что может остановить. И вообще онлайн-сервис, они, к сожалению, имеют тенденцию зависать. Если вы загружаете какое-то тяжелое видео, может и не пойти с ним работа. Но люди пробуют. Вот пример, созданного в этом сервисе буктрейлера. Можно. Если очень хочется в онлайне, то можно попробовать его. А вообще-то, конечно, работать с видео лучше в программах. Потому что офлайн вы не привязаны к скорости интернета, и можете позволить работать с большими фрагментами видеофайлов. Вот как раз альтернатива, которая Movie Maker. Если вы Movie Maker у себя на компьютере не нашли, есть очень похожий вариант. Называется он длинно достаточно VideoPad Video Editor. Ссылка рабочая в самой презентации есть. Просто заходите на сайт, скачиваете. Есть большое количество инструкций к этой программе. У меня в одной из презентаций тоже есть ссылка на инструкцию. Ее, в принципе, несложно осваивать. Она позволяет создавать видеоролики, добавлять к видео еще озвучку, музыку. Здесь есть функции картинка в картинке, более 50 видеоэффектов, переходы между слайдами. Есть шаблоны для текста. Их немного, но есть интересные. Например, вот как пишущая машинка. Буквки выскакивают. В целом он несложный. На мой взгляд, мне так показалось. Сейчас функциональный инструмент. Есть возможность добавлять несколько звуковых и видеодорожек. Вот чего нет в MovieMaker. В MovieMaker там все очень линейно. То есть одна звуковая дорожка, например, музыка, и одна видеодорожка. И дополнительно вы поверх что-то добавить еще не сможете. То есть, например, хотите, чтобы и музыка, и звук, такого не получается. Или музыка, или звук. Здесь можно и то, и другое. И плюс можно еще несколько видео попробовать друг на друга наложить. То есть у вас будет два видео одно на другом. Вот так можно и делать. Поэтому даже если с MovieMaker сравнивать, немножко более функциональный. Но это немножко сложнее, но по принципу похож. Еще один вариант, еще сложнее. Он так и называется. Бесплатный видеоредактор. Тоже программка, тоже скачивается. Тут сложноватая навигация, хотя он на русском языке. Тут надо разобраться, потому что на MovieMaker он не похож. Здесь иначе все. Здесь тоже есть несколько видеодорожек, несколько звуковых дорожек. Вы все это накладываете на монтажную ленту. Одно видео по веру другого можно добавить. Записать звук, добавить музыку. Все это смонтировать и сохранить себе на компьютер. Она тоже бесплатная. Есть обучалки, большая библиотека видеоэффектов разных. Вы можете либо на компьютер, либо сразу на YouTube загружать свой видеоролик. Тоже хорошая альтернатива MovieMaker. Ну и наконец дошли мы до платных программ. Я вам расскажу о том, что сама протестировала, то, чем сама пользовалась. Pinnacle Studio. Относительно не очень дорогая платная программа, которая позволяет создавать видео. Здесь есть большое количество интересных шаблончиков. Например, книги с перелистывающимися страницами. Да, согласна, что программа мощная. Есть тут возможность добавлять разные аудио-видеодорожки. Интересные заставки. Создается корзина проекта. Вы в эту корзину добавляете все медиафайлы, которые хотите использовать. А дальше на монтажной ленте выстраиваете их в нужном порядке. Одно видео поверх другое. Картинка в картинке. Различные текстовые надписи. Здесь 2000 шаблонов для создания текста. Готовую работу, конечно, можно скачать. Можно на YouTube сразу экспортировать. Очень хорошее качество получается. Я в нем поработала, попробовала. Мне понравилось. Мы сделали видеоролик. Это наше видеочтение по сказке «Золушка». Смонтировано все в Pinnacle Studio. Теперь о цене. Pinnacle Studio, к сожалению, не дает демо-версии. То есть во многих программах есть возможность попользоваться 15 дней или по месяц программой и посмотреть, как она. Здесь вы покупаете, по сути, кота в мешке, но рископравданный, потому что, я надеюсь, вы не разочаруетесь, если решите ее купить. Если у вас на поток поставлено создание видео, если у вас там аудио, видео, студия, все очень серьезно, можно попробовать ее приобрести. Стоимость. Если на русские деньги переводить, сейчас уточню по своим тут записям, сколько она примерно стоит. Там несколько есть версий, есть облегченная, есть самая-самая сложная. Вот самая-самая сложная стоила 7000 рублей. По отношению к другим программам, если смотреть, она, в принципе, не очень дорогая. Кроме того, на Pinnacle Studio на сайте постоянно какие-то идут распродажи, скидки периодически бывают. Вот можно по скидке от 3000 что-нибудь очень хорошее приобрести. Поэтому, если есть необходимость, как что-то мощное, хорошее, и компьютер позволяет, можно остановиться на Pinnacle Studio. Ну, вот по бюджету она, мне кажется, наиболее оптимальным вариантом. Есть, конечно, вот такое чудо-чудное, называется оно Sony Vegas Pro. Если работали, то, наверное, согласитесь со мной, что на сегодняшний день это самая мощная программа, какую только можно представить. Она для профессиональной работы. У нее сложная навигация. Нет, не 3000 в месяц, 3000 за все, навсегда. Но это по распродажной цене, так-то она стоила 7000. То есть там периодически надо на сайт заглядывать, посматривать, а еще подписаться на новости можно, и вам они будут присылать всякие интересные ссылки и предложения. Вот так. Sony Vegas Pro. Самая мощная программа для профессионального создания видео. Вот я сейчас монтажную ленту вам открыла, вы, наверное, в этом убедитесь. Здесь можно неограниченное количество аудио-видеодорожек друг на друга накладывать, огромное количество разных спецэффектов. Единственное, здесь нет текстовых надписей, шаблончиков. Вернее, шаблончики есть, но их так мало, что приходится все делать вручную. Мне Sony Vegas понравилась своей мощностью. Сюда можно неограниченное количество файлов поместить, и ничего не зависнет. И все будет работать, накладываться. Это здорово. Особенно, если вы такое многослойное видео решили создать. И аудиодорожек может быть много. То есть вы можете сразу два музыкальных файла наложить, а сверху еще озвучку добавить, что-то приглушить, что-то настроить, чтобы оно в этом моменте было приглушено, в этом моменте более громко звучало. Кроме того, здесь есть функция выравнивания звука. Если у вас есть несколько аудиофайлов, они разные по звучанию, что-то тише, что-то громче, то есть функция выравнять. И вы можете дотянуть звуковые файлы до одного уровня, чтобы у вас не было перепадов звука. Вот я про это. Это хороший конструктор. Здесь может быть с текстом не очень хорошо. И поэтому, когда я создавала здесь видео, я все здесь сконструировала, но текстовые надписи сделала отдельно в Movie Maker. И загрузила их сюда. Вот так получилось быстрее в Movie Maker. А потом все смонтировала здесь очень быстро. На удивление все прошло. Программа с огромным количеством возможностей. У нее есть бесплатная версия. 30 дней. Ее можно скачать на официальном сайте. Есть несколько тоже версий. Есть более простенькая. Есть самая сложная. Я вот самую сложную попробовала скачать с большим функционалом. Она оказалась на английском языке. Правда, я работала в ней полгода назад. Сейчас уже демо закончилось. А так, может быть, ее уже и на русский перевели. Мы сняли буктрейлер по облачному полку. Все по той же самой книге. Вот так в Sony появилось. Там маленький водяной знак периодически появляется на экране. Это единственное, что в демо-версии. Остальных ограничений нет. Вы можете целый месяц ее осваивать. Но сразу скажу, что придется потратить время, силы. Есть обучающие материалы, кстати, по ней. Вот с помощью обучалок можно за месяц попробовать ее освоить. Хотя бы на приблизительном уровне. Вот у меня получилось одно видео поверх другого накладывать, добавлять звуковые дорожки, редактировать немножко, резать. С текстовыми надписями я уже не стала заморачиваться. Сделала их отдельно. Единственное, что если вы решили замахнуться и попробовать хотя бы месяц ее поэксплуатировать, оно требует очень большого, мощного компьютера. 4 гигабайта нужно свободного места на компьютере, чтобы ее установить. Ну, самую большую версию. Остальные чуть поменьше. Ну, и компьютер должен быть соответствующий, тоже технически оснащенный. Вот в таком формате она и будет у вас работать. Sony Vegas Pro. А так по стоимости она очень дорогая, около 700 долларов стоит. Вот. Профессиональный инструмент. Оперативной памяти уже так на скидку вам не вспомню, но тоже достаточно много. Если вы на сайт зайдете, там информация по каждой программе есть. Вам даже списком выдадут. По-моему, оперативной памяти тоже должно быть 2 гигабайта, если я ничего не путаю. Вот как-то так. Ну, опять-таки, смотрите, на современных компьютерах пойдет, а на каких-то таких не очень сильных машинах она может зависать. Далее. Ну, и в заключении. Когда мы создаем буктрейлер, и вроде все у нас уже получается, концепция есть. Да, купили лицензионную, но русского нет. Да, согласна. Жаль. Ее не перевели на русский. Поэтому через обучающие материалы можно осваивать только. Что, собственно, какие материалы можно использовать, какие нет. Очень много говорят об авторском праве, о картинках, какие можно в буктрейлер добавлять, какие нет. Правовое регулирование. Несколько подсказок. Есть бесплатные фотостоки. Если вы не на какую-то специализированную тему создаете буктрейлер, например, не по краеведению, а вообще о какой-то книге, то можно использовать бесплатные фотостоки с большим количеством фотографий, снимков, которые передают атмосферу книги, например. И плюс, что они доступны для бесплатного использования и коммерческого. Заходите на один из фотостоков, находите там себе подходящий материал, просто сохраняйте на компьютер и все. Некоторые даже без указания авторов разрешают использовать фотографии. Дальше. Сам Google предполагает нахождение картинок с лицензией. Для этого в поиске Google картинки вы выбираете опцию с лицензией на использование, например, в некоммерческих целях. И у вас картинки отфильтруются, выйдут только те, которые можно использовать в буктрейдере. Если мы вот так скрупулезно будем следовать букве закона, то можно вот таким поиском пользоваться. Теперь, что касается звука. Музыка и звук. Здесь тоже охраняется очень многое авторским правом, но есть очень хороший инструмент, я его люблю, называется он «Фанатека YouTube». Здесь есть большое количество аудиофайлов, бесплатная музыка, которую можно скачать на компьютер и использовать для озвучки буктрейдеров. Это, наверное, самая большая, ну, одна из самых больших бесплатных библиотек музыки. Здесь можно их фильтровать по звучанию, по жанру, по тихости, по спокойствию, неспокойствию. Может быть, она такая более современная здесь покажется, или классическая. Но вот как фоновую музыку здесь наверняка можно найти. Придется время, конечно, потратить в поисках, но, я думаю, он увенчается успехом, библиотека большая. Дальше. Есть еще несколько библиотек, где тоже есть бесплатная музыка. AudioNautics, FreeMusic, Archive, MuseOpen и SoundCloud. Там рядом с каждым музыкальным файлом, если вы там будете искать, найдете указание, как его можно использовать. Как правило, можно использовать бесплатно в некоммерческих целях. Большую часть этих треков. То же самое, скачивайте их на компьютер и используйте в буктрейдере. А если вы хотите взять какие-то звуки, например, там, звук колоколов, там, звучание пилы, я не знаю, там, звуки артиллерийских выстрелов, то есть тоже библиотеки звуков. Здесь все проще, звуки не лицензируются, поэтому их можно в любом количестве использоваться. Хороший сервис на русском языке называется Шумотека. Здесь можно и лай собачки найти, и звук колокольчика, и звук пулемета, все что угодно. Английские ресурсы ВАФ Лайбрари и BBC Sound Effects. Вот BBC Sound Effects очень сам по себе красивый сервис. Там какие-то экзотические звуки можно найти. Например, звук тропического ливня в Африке, ну, например. Или там, звук какого-то танца африканского. Если вот что-то эксклюзивное ищете, то вот в BBC можно попробовать это найти. Вот так можно найти музыку. Видеозаставки. Ну, наверняка вы видели во многих видео, такие есть красивые переходы, да, какие-то фоны, на них красивые надписи, там все двигается, переливается. Такие красивые видеозаставки называются футажи. Есть большой сайт, называется он «Футажик.ру». Там есть большое количество фонов, они все бесплатные для некоммерческого использования. Можно скачивать. Там есть ограничения на скачивание в день не более определенного количества, но это не такое ограничение, не серьезное. Вы можете целую библиотеку футажей себе закачать. Ну, например, мы такой футаж использовали, когда про блокадную книгу делали, буктрейлер «Двигающийся огонь в кадре». Это вот с этого сайта взято, с футажика. Здесь есть какие-то абстрактные, есть конкретные, можно поиску по темам искать. Здесь можно много чего интересного и полезного найти. Сами футажи можно еще на YouTube поискать, правда там сложнее в поиске. На футажике, наверное, самая большая коллекция. Ну и, наконец, вот сервис, который совсем недавно мне попался на глаза, и он очень замечательный, потому что здесь большое количество лицензированных изображений и видео, которые можно использовать, в том числе даже и для коммерческого использования. Называется «Pixels Videos». Это маленькие заставки, но это не футажики, а просто какие-то красивые видеоролики, которые можно как переходы использовать, как фоны, например. На них какой-то красивый текст поместить. Оно все здесь, практически все скачивается бесплатно и можно использовать для работы. Это такой новый для меня ресурс. Я немножко полистала, его мне очень понравилось, поэтому я вам рекомендую его для работы. Хорошие такие видеозаставки в хорошем качестве. Для каких-то атмосферных видеороликов, я думаю, подойдут. Это вот все, наверное, о буктрейлерах. Я немножко сегодня более подробно как-то увлеклась в видео, не посмотрела за временем. Спасибо вам большое за то, что были на вебинаре. Если у вас презентация не загрузилась, или если вы хотите ее получить, что-то не прошло, вот адрес электронной почты наверху. И все ресурсы, где я так или иначе присутствую, они вот перед вами. Здесь в ссылках. В заключении спасибо, что вы пришли, что слушали, и что вам было интересно. Несколько слов о моем онлайн-курсе, который мы запланировали стартовать. Онлайн-курс информационные технологии в библиотеке. Здесь я собрала все-все-все сервисы, которые я знала, и которые можно использовать в работе библиотеки. Наверное, на мой взгляд, самая большая библиотека сервисов, о которых я знаю, и большинство из них доступны для ознакомления, будут в рамках этого курса. По некоторым из них предполагается практику. В программе вы можете внимательнее почитать, по каким сервисам будет практическая работа. Ко всем инструментам будут, конечно же, обучающие материалы, разные полезные ссылки. Все это бонусом идет. Поэтому, если вас интересуют информационные технологии, вы планируете этим заниматься, профессионально, интересно. Буду рада увидеть вас на курсе. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Марину за замечательный вебинар, как всегда замечательный. Сегодня нас здесь немало собралось. Это говорит об интересе к тому, что Марина на своих вебинарах нам рассказывает. Я надеюсь, что курс будет столь же интересный и столь же классный. Поэтому приходите все на курс Марины. Ну, а от себя хотел бы напомнить, что Директ Академия – это вебинары каждый день. Приходите к нам каждый день в 12 часов на новый вебинар. Так, ну, от Ольги вопрос непосредственно к Марине. Я думаю, что Марина ответит в частном порядке на этот вопрос. Я напрямую не могу ответить на вопрос по смыслу курса, только по организации. Ну, надеюсь, что вы с Мариной свяжетесь, и она вам ответит либо здесь в чате, либо позже, например, в Фейсбуке где-нибудь. Либо перезадайте тогда вопрос Марине по ее электронной почте, которая вот здесь вот представлена. Елена Анатольевна, спасибо. Да, ну так, загоден, начинаем встречать. Я уже на прошлом вебинаре говорил о том, что у нас в предпраздничную неделю у нас женские вебинары только ведут, только женщины. Это получилось так случайно, но достаточно символично. Все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...